Так, ладно, давайте. Меня, наверное, мало кто знает. Очень хорошо, что я выступаю в самом конце. Я в Сбербанке занимаюсь такой штукой, как эмоции. Ну, типа, вот я сюда, когда пришел, здесь какая-то девушка рассказывала про то, как-то надо у клиентов эмоции вычитывать. Это все классно, клево, я рад, что вы все это послушали. И я сегодня не буду про это рассказывать. Ну, то есть я вам в конце покажу пару слайдов, чем мы вообще делаем. Но я сегодня расскажу про другую вещь. Давайте я встану, наверное, сюда, хотя без разницы. Вот, я бы хотел, чтобы это был формат диалога. Вот, чтобы если у вас есть что-то набросить прям по ходу презентации, ну, вы как бы рассказываете и давайте, ну, просто поболтаем вечером уже под конец дня. Не буду вас всех мучить. В общем, поехали. Ну, тема доклада это inspiration management. Что такое inspiration? Ну, inspiration это от слова inspire. Это вдохновлять. Вдохновлять людей делать что-то. Вот вы все работаете в компаниях, вы, наверное, что-то, ну, делаете хорошее там. Приходите домой, в смысле, на работу зачем-то. Что-то там кому-то рассказываете, доказываете. Вы вдохновляете людей делать что-то. И вы сами, прежде всего, вот как менеджеры, не знаю, здесь все, наверное, да, менеджеры по продукту или там около того, или здесь есть разработчики. Ну, ладно, жалко, что нет. А вот один есть, это хорошо. Вот. Ну, смотрите, мы с вами жили, я сейчас буду рассказывать всякие такие вещи. Моя основная задача вам какую-то мысль в голову внедрить, чтобы вы понимали, ушли отсюда вдохновленные, чтобы завтра вам было зачем вставать с утра. Вот. Мы с вами живем в мире, когда все понятно. Ну, все, наверное, да, видели вот эти вот SPOD, да, что нам понятно, что делать, как бы. Вот в процессах особенно хорошо это видно, когда ты берешь какого-то человека, вот только что до этого коллега рассказывал про то, как они там улучшали метрики, что-то доделывали, там ставили людей на нужные места, где у него там было сложно. Да, это все понятно. Это понятно, что делать, ты берешь сотрудника, типа делаешь и так далее. И это был такой SPOD, мир такой, все, типа, мы работали в нем, а сейчас мир, типа, VUCA называется. Кто-нибудь слышал про это вообще? Вот коучи любят про это рассказывать на своих коучинговых таких мероприятиях, что, типа, мир нестабильный, конец нам пришел, что делать непонятно, все, короче, сыпется. Ну, типа, да, и там возникают типичные проблемы, которые бывают, да, там низкая вовлеченность, мотивация персонала. Ну, не знаю, каждый, наверное, встречался с тем, что приходит чувак и говорит, у меня непонятная задача, я не буду ее решать. Да нафиг ты-то нужен вообще? Ну, да ладно. Вот. Потом еще бывает, что эффективность сотрудников, ну, типа, низкая, да, не хотят брать на себя ответственность. Ну, типа, у каждого в команде есть такой чувак, вот один хотя бы точно. Вот. Ну, и, соответственно, есть там проблемы в коммуникации у них, там нет диалога, конфликты, и все это потому, что им непонятно, что делать. Они раньше приходили на работу, отрабатывали с 9 до 6, уходили домой, и всем было понятно, что вот он зарплату получит, все хорошо. Тут приходит продакт, говорит, пацаны, все, конец, бизнес рушится, надо что-то придумать. Все, все такие, оп, закрылись, короче, и сидят своих. Ну, да ладно. Но, в общем, этот вукомир говорит нам что? Ну, и коучи нам что говорят? Что мы должны воспитывать себе новый навык. Новый навык называется толерантность к неопределенности. Ну, толерантность вообще сейчас такое дело, что, ну, вроде как на слуху, ко всяким вещам, вот, есть еще толерантность к неопределенности. Ну, не знаю, вы, наверное, можете записывать там, что. Ну, вот, в основном, конечно, я тут рассказываю. И, соответственно, я это все к чему веду? Что если вы менеджер, который руками водитель, ну, типа, вы больше не нужны дальше никому вообще. То есть, если вы не умеете ничего делать, если вы не умеете вдохновлять компанию, вукомире, если вы просто приходите на работу, тречите, как все идет, там, сидите, делаете, там, не знаю, в игры играете, ничего, ну, зачем? Вы никому не нужны. Вот эти вот вуковызовы, ну, они как бы не про вас. Не, может быть, конечно, про вас, не конкретно тут, ну, если кто-то, короче, не согласен, давайте поговорим. Вот, но, тем не менее, есть вукоответ. Вукоответ, так, что, глаз загорелось? Да, это типа про видение, про все вот эти вот штуки, про то, как мотивировать себя, прежде всего, и команду на что-то делать. Вот помните, да, вот эти проблемы про то, что, типа, вот не хочу работать. Вы, как менеджеры будущего, вы должны, типа, мотивировать людей на работе что-то делать. Вот, смотри, давайте видение проговорим. Ну, типа, основные, вот вы приходите на работу, вы видите своих коллектив и говорите, типа, чуваки, смотрите, у нас есть клевая цель, мы что-то делаем хорошее, вы должны верить в свои слова и говорить, ну, как бы, чтобы люди вам поверили, чтобы люди за вами шли как за лидерами. Это все вот эти вот позы Тони Робинса. Все, встали, вы супергерой, вы супермен. Фокусируйте, ребят, на задачах. Дальше, про понимание. Это эмпатия. Вы должны четко знать свою целевую аудиторию, для кого вы делаете продукт, для кого вы не делаете продукт. Вам сегодня, ну, напряжение там сегодняшнего дня и вчерашнего, про это все рассказывали, вот эти симметрики, цифры, это все клево, классно, но они, короче, не всегда работают. Ну, вот я сейчас занимаюсь, типа, эмоциями, и первый вопрос, который мне все задают, а как вы меряете эмоции? Как вы меряете то, что, типа, людям нравится то, что вы делаете? Да никак, это не померяешь. Ну, то есть человек либо улыбается и рассказывает о твоем продукте в соцсетях, либо ничего не делает. Вот, не знаю, нас вот после того, как мы сделали экраны входа в мобильном приложении, нас скопировал Burger King. Если здесь есть кто-то из Burger King, ребят, ну, молодцы. Ну, мы с вами на одной волне, это клево. Потом, значит, идет ясность. Вы должны сами понимать, что вы делаете, зачем. Вы должны чувствовать на кончиках пальцев, что ваш продукт реально нужен, что вы занимаетесь не какой-то фигней, а типа, ну, полноценно, что кто-то есть, кто заходит с утра, смотрит на ваш продукт, думает, офигеть, блин, как я без него жил дальше. И вот это слово agility, да, как прыть переведено специально, потому что вы как продукт, вы как менеджер, вы должны постоянно что-то делать, вы должны постоянно всех пихать. Пихать прежде всего себя. Должны утром проснуться, утренняя мантра у вас должна быть, вы такие поулыбались в зеркало, там, кто самый классный и красивый на свете, это я. Все. И пошли в бой, короче говоря, дальше рубиться. Вот. Ну, смотрите, немножко практических советов сразу. Вы должны, помимо того, что вы типа менеджер и рулите людьми, у вас ответственность, метрики и все вот это вот, вы должны сами что-то уметь делать. Ну, то есть, если вы вот в долине, например, сейчас как, если вы в стартапе не делаете сами ничего, а только руководите другими чуваками и ищите, типа, вот там, ну, не знаю, других людей, там, хэдхантингом занимаетесь, вы нафиг не нужны стартапу, даже если идея ваша. То есть, вы должны сами сесть и смочь сделать свой продукт. Вот вы автосервис, если будете открывать, наймете мастеров и чего. Если вы не понимаете, как тачку чинить, ну, мастера вас будут обманывать только так. Вот. Соответственно, вы должны больше делать самостоятельно в команде, а не просто делегировать задачи. Вы должны прямо с утра пришли, три часа поработали, всех отругали за то, что все код не флили, там, или, не знаю, дизайн не сделали, ну, и пошли дальше, там, за другими делами заниматься. Вы должны создать атмосферу прогресса и обучения науков. Вот у меня, например, в команде каждый день ребята по часу изучают что-то новое, я их заставляю это делать. Типа, говорю, так, открывай, давай, вот, изучай, вот это делай, вот это делай, и всем нравится. Сначала все сопротивлялись, типа, нафига, я так все знаю, а теперь каждый ждет этого момента вечером, когда можно посидеть, блин, в конце дня и что-то поделать. Вот. Вы должны постоянно коучить ребят, вы должны всегда с ними общаться, рассказывать, с каждым садиться персонально и говорить вообще, что, зачем, почему, почему мы делаем этот продукт, почему это так важно для вас, для него, для семьи, для вон того парня. Перестаньте тречить, ребят. Не тречьте никого больше, никогда. Набирайте, вот там есть, короче, всякие штуки про менеджменты, про карьеру и про всяких детей, почитайте. Там есть вот такие вещи, когда, там, не помню, как это правильно называется, матрица, короче, сотрудников. И там вот справа вверху, по-моему, есть такой чувак, которому не надо ничего говорить, его не надо отслеживать. Вы ему просто задачу даете, он через месяц возвращается с результатом и говорит, я вот сделал это, 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 еще вот это. И ты ему такой, спасибо, друг, и все, он ушел дальше копать. Делайте так же. Делегируйте и доверяйте. Не замыкайте все на себе, никогда вообще. Ну, это, типа, неправильно. Вот. И вы, как менеджеры, должны вот этот вот навык, lifelong learning, у себя как бы создать, чтобы он у вас всегда был. Вот вы уедете на работу, что-то читаете, что-то изучаете, зачем? Ну, вот смотрите, вот представьте себе. Ну, тут, наверное, плохо, да, видно. Вот здесь вот, это примерно ваши скиллы, как вы вообще, ну, устроены. Ну, это так вот я набросал. Вот, соответственно, и вот ваша задача в себе развить что-нибудь еще, чтобы ваша вот эта матрица, ну, повыше в каком-то месте стала или еще что-то. Потому что вы прокачиваете себя, как менеджеров. Вы, во-первых, что получаете? Вы становитесь там более, там, трудспособными, больше знаете, вы лучше там в рынок приспособлены. Но если завтра случайно вы окажетесь без работы, вам типа 20 минут, и вы уже на следующей работе. Ну, то есть нет такого, что вот я работаю в большой организации, как бы, ну, всем бы-то, все бы такие были, ладно. Вот, еще у вас должна быть big idea. Вот big idea, которую вы рассказываете своим ребятам в командах, то, о чем вы рассказываете. Ну, зачем вот этот вот продукт миру, нафига он вообще нужен? Это не что-то такое, типа, мы хотим, чтобы вот наши клиенты осматривали метрики. Да всем все равно, что клиенты осматривают метрики. Типа, что вы хотите, чтобы клиент зашел и увидел, что, типа, блин, продажи поперли, все это единственное действие. Ему все равно, какого цвета он будет видеть график и так далее. Big idea важна. Соответственно, ну, давайте я тут быстро пролистаю, потому что, по сути, что тут вроде все понятно. Вот. Соответственно, вы должны каждый день вот иметь ответы на эти вопросы, чтобы любой чувак из вашей команды придет и спросит, типа, блин, а нафига мы это делаем? И вы вот ему рассказываете, да? Вы приходите и рассказываете, типа, вот как-то реформировать Марс? Да никак. Да никто не знает, как. Ну, Илон Маск может знать, но мы не знаем. Но, тем не менее, давайте дальше пойдем. Про команду. Вот здесь я дам несколько советов. Они как бы у нас не применяются, но с точки зрения классного управления продуктами это прикольно. Ну, у нас просто мы про другое немножко. Мои рекомендации вам это уйти от распределенной команды к группам. Ну, типа, взять группу по… Это не waterfall, нет, это все еще agile. Но взять там группу каких-нибудь, не знаю, фронтенд-разработчиков из троих человек, дать им там какую-нибудь аналитику, тестировщику, все, инкапсулировать их, назначить лидером группы, обязательно разработчика. Вот. И он будет, ну, генерить много результатов. Сейчас у меня тут есть графики. Даже какие-то я нарисовал. Да, основное то, что в этой группе важно, это сделайте каждого из этих ребят, из лидеров группы, вот условного тимлида, чтобы он был ответственный за продукт. Потому что он – это тот человек, который останется вечером и доделает, дожмет, и который будет перед релизом ночью не спать. У вас должна быть, у вас как у продакта, должна быть команда из пяти таких чуваков, по одному, на каждое направление. И у каждого из этих чуваков должны быть свои еще ребят, которые им помогают. И вы как бы в пятером, там, в шестером затащите вообще любой продукт. Вы должны сформировать себе команду из таких вот ниндзя, короче, которые, ну, их сложно найти, но при этом, если они остаются, у них ценности другие. Они не за зарплату сидят, они сидят за big idea, за то, вот ради чего вообще вставать по утрам. Вот у меня тут есть, короче, графики. Не знаю, там, наверное, будет потом презу всем раздавать. Но, в общем, вот это типичная структура любой компании, которая там работает по waterfall, или в принципе работает, и слава вам на том. Потом такие все, давайте внедрим agile. Вот тут, блин, плохо видно. Тут появляется, короче, какой-то совещательный орган, команда, там, agile команда, владельцы продукта, 100, там, 500 владельцев продукта, все классно. Они там спорят, постоянно совещаются и так далее. Это все неправильно. Ну, лучше делать вот так. Когда у вас есть один человек, который принимает решение, но при этом каждый из руководителей групп может это решение либо оспорить, либо создать иначе. Вот. И он вам помогает. По большому счету у вас лучший коэффициент управляемости. То есть, ну, типа, вот у меня команда большая достаточно. Я реально понимаю, что я могу за день уделить максимум, там, 4-5 людям нормального времени, чтобы с ними пообщаться, рассказать, зачем они, что они делают, почему они делают. В 7-12 сложно там, да, у меня там чуть побольше команд. Вот. Соответственно, дальше вот у меня есть такой слайд, как мотивировать команду не расходиться. Ну, поскольку мы про inspiration management, это все связано про вдохновение. Ну, то есть, вы должны каждый день вдохновлять людей на что-то, на результат. Блин, ну, пришли там на работу, поприседали 15 раз, типа, и все за вами приседают. Это прикольно. Так вот, короче говоря, я у себя делаю такие штуки. Это я назвал это inspiration meeting, когда я сажусь с ребятами, с каждым конкретно, не со всеми, а только с одним, вот с кем-то мы садимся, у нас там есть такое место, мы смотрим там на Москву, все классно. Короче, и начинаем рассказывать. Вот когда, ну, у меня команда креативная, у меня половина команды состоит из дизайнеров и иллюстраторов, вот, которым надо постоянно что-то делать. И я им рассказываю про то, что, типа, чуваки, вот смотрите, вселенная большая, а что дальше, а что потом, а что если вот у нас, там, не знаю, а что будет за вселенной, а где мы все находимся, а что если там мир, там, ну, наша, не знаю, вселенная стоит где-то, где много вселенных. И вот это вот все включение такое, 10-15 минут длится, мы там рассказываем, всякую фигню обсуждаем. И потом я резко спрашиваю, ладно, а что мы здесь будем рисовать? И человек, находясь вот в этом состоянии, когда он уже ушел от работы, оторвался, он там фантазирует, он вам сразу выдает результат того, чем нужно нарисовать в каком конкретном месте или как заходит. У него сразу появляется идея, потому что мозг так работает. Мозг отвлекается, сознание уходит, в этот момент мозг с сознанием не дружит совсем, вот, и мозг принимает решение, как там пофиксить что-то или там что-то новое создать. Ну, там есть такой доктор Андрей Курпатов, он сейчас у нас работает, почитайте, он очень много про это пишет, и в принципе это очень полезное знание, которое вам пригодится. Вот, соответственно, теперь давайте я закруглюсь, наверное, уже, чтобы мы поболтали, что мы вообще делаем, ну, зачем я тут стою. Вот мы те самые люди, которые делают экраны входа. Вот это вот все, это вот я и мои ребята. У нас там есть еще типа, не знаю, что он заработает, всякие открытки в диалогах мы делаем, ну, то есть это такие вещи, которые я вот в Европу ездил с докладом, показывал им, они там прям удивились, говорят, нифига себе, ну, как вы в России вообще клево делаете. Потом вот такие штуки мы делаем, ну, то есть чтобы такие метафоры найти, и чтобы это еще закодить, и чтобы это еще в дизайн-системе легло, и весь банк там использовал, у нас там более сотни команд, ну, это типа сложновато, всех же надо заставить, воодушевить, вот, у нас еще такие штуки есть, ну, то есть типа это стикеры, у нас есть мессенджер внутри Сбербанка, ну, как бы, а почему нет? Пользуйтесь Сбербанк-диалогами, и будет у вас стикер. Вот. Еще у нас есть канал, который мы сделали для наших клиентов, прежде всего, это канал, ну, в котором мы рассказываем о новинках, что нового появилось. Ну, такое, наверное, у всех есть, мы раньше релизноут списали, там, да, делали какие-то PR-акции, а сейчас, помимо этого, мы еще вот канал ведем. И, ну, реально сюда набивается супер аудитория целевая, ну, которая реально интересно следить за вашим продуктом. И они очень классно дают обратную связь, там, они прям заинтересованы, они там вас не хейтят нигде. Вот, поэтому, если у кого есть Сбербанк, подписывайтесь, это ссылка рабочая. Вот. Ну, давайте вопросы, может. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Какая бик-идея вот в этих гифках с сейфом, там, вот еще с чем-то, и в зайчиках, и в совах? Вот, пожалуйста, поясните. Ну, вот основная бик-идея здесь, чтобы люди испытывали фан. У каждой из этой штуки своя идея. Вот, например, сейчас назад вернусь. Как назад-то? Короче говоря, вот, например, вот у этой штуки бик-идея такая, что у нас бывает так, ну, бывает, когда у нас очень долго идет коннект какой-то. Ну, типа там до пяти секунд может коннект, ну, большая организация у нас, много всего. Вот. И пять секунд, когда ты залипаешь вот на эту штуку и читаешь надписи, проходит вот так вообще. Ты на интуитивном уровне, ну, как бы на интуитивном, не знаю, на чем, короче, ты не замечаешь этих пяти секунд. Когда ты просто спиннер видишь, ты такой, блин, галимый спиннер, когда он закончится? А бик-идея какая? Ну, бик-идея скрыть, короче, элемент загрузки, чтобы человек не залипал в загрузку. Меньше боткорта, длинея удавая. Да. Я же на тайну. А еще больше бик-идея. Еще больше бик-идея, что мы хотим поднимать, короче говоря, как-то вот это не, ну, не то чтобы DAO, а скорее HOW, то есть HOW are the active users? Мы хотим, чтобы люди чаще заходили в Сбербанк, чтобы они больше проводили внутри времени, чтобы они, было им гораздо приятнее, чтобы они рассказывали другим о том, как классно изменился Сбербанк. Бик-идея именно в том, чтобы людям понравилось, чтобы люди кайфовали от того, что они, блин, Сбербанком пользуются там, не другим любым банком, поставьте слово, чтобы они хотели перейти в Сбербанк, не потому, что там, не знаю, какие-нибудь круче условия или еще что-то, а просто потому, что ты заходишь куда-то, где тебя каждый день что-то наполняет. Вот эти вот на самом деле лоси наши, ой нет, подожди, где-то куда-то назад мы попали. В общем говоря, вот эти вот наши экраны входа, вот это мы сейчас выпустили недавно, буквально там за прошлой неделю, а вот это вот, она по России в разных местах. И мы специально сознательно делаем это в разных местах по России, чтобы люди, например, могли путешествовать, ну если кому-то реально где-то там, не знаю, в Алтайском крае в лесу захочется открыть Сбербанк, у него там будет Алтайский край. Блин, это типа да, мы потратили время на то, чтобы там, не знаю, дай бог там тысяча человек увидел этот экран, но когда они туда зайдут и увидят, они будут, нифига себе, чуваки заморочились. Типа это же насколько классно-то. Вот. И у нас такие же есть и про Байкал, и там на Дальнем Востоке у нас там есть всякие достопримечательности и прочие вещи. Это вот все делает некую эмоциональную связь, что ли, с брендом. Вот. Ну типа того. Ну понятно, да. Но здесь именно Big ID, это эмоушен, вот этот вот клей. Ну да. Крутяк, у меня есть микрофон, и я задам вопрос. Давай. Супер, спасибо большое за рассказ. Было интересно, там, те лайфхаки, которые ты порассказывал про Inspiration Management. Понятное дело, всегда, когда ты тестируешь какие-то идеи, есть много косяков и по внедрению, по всему прочему, было бы круто, если бы ты рассказал, какие были косяки, чтобы ребята тоже знали, с чем они могут столкнуться, какие есть нюансы. Просто, может, пару кейсов бы рассказал интересных, где ты налажал или ребята налажали или еще что-то. Вот. Было бы интересно, здорово. Давайте, да. Но поскольку мы про эмоции, мы, короче, работаем на фронте. то есть, вот, как сказать, первый шаг, который люди видят, заходя в наше приложение, ну, мы все-таки про банк. Типа банк, это финансовая надежность, стабильность, всегда работает. И вот мы, когда человек входит в приложение, сразу видит нашу картинку. И есть у нас, случаются факапы, когда, например, мы выкатываем что-то и не предусмотрели какой-то кейс, ну, такой, типа, незначительный. Вот, немало места, скачивается новая версия приложения, и приложение после установки становится весить чуть больше. Вот. И, например, у нас был кейс такой, который мы пофиксили успешно, что, короче, в такой момент пропадают там вот фотографии, например. Ну, типа, казалось бы, как, вот это же как надо попасть должна в воронку, чтобы такое случилось. Но вот такие, как бы, факапы у нас периодически случаются. Мы это очень быстро чиним, ну, типа, в течение, там, пары дней. И у нас есть отдельный процесс, который позволяет, у нас вообще релизный цикл, там, раз в две недели у нас выхакатывается новая версия. У нас есть процесс, позволяющий нам за два часа прокатить после исправления, типа, приклад в спор. И покатываем у нас команды интересные. И спать в команду, да? А. Именно такие. И там тоже есть. И так, да, с тебя ты работаешь. Да, я тебе могу сказать так. У меня был раньше, когда я еще вот в это все не погружался и не думал об этом, у меня был кейс такой, когда я просто был продуктом и рулил команду. У меня было два Java разработчика, мальчика и девочка. И они, короче, на уровне коммитов, кода друг к другу, они один, ну, как бы, короче, они одну фичу пилили. И они внутри успевали посраться. Ну, то есть, чтобы мне их, короче, помирить, мне приходилось с одним три часа разговаривать и с другой девочкой три часа разговаривать, чтобы они хотя бы дружить начали. И они, короче, друг к другу декланили. Ну, типа, у меня вот во всех командах там фичи выходили там раз, там, в два, в три дня, у меня эта фича могла месяц выходить. Просто потому, что они договориться не могли как класс назвать. то есть, было такое дело. Вот. Но потом они помирились каким-то образом. То есть, ну, я там, не знаю, не особо, почему много делал. Я просто им рассказывал, пытался, я с каждым из них пообщался, попытался понять, в чем важность каждого человека внутри команды, как он себя чувствует. И потом другому, своими уже словами, рассказывал, скажем так, направлял его мысли в ту сторону, чтобы он сам догадался о том, что для этого человека важно. Ну, то есть, вот это вот очень такие сложные штуки, которые, ну, типа, говорят, что надо чуткостью иметь. Я чуткостью вообще не обладаю. Я один раз сказал девушке, что классно, что у нее глаза под цвет, что она линзы выбрала под цвет платья, она расплакалась, потому что она скрывала от всех, что она линзы носит. Я, типа, не знал. Было такое, да, вот. Но, и как бы вот здесь вот это очень сложно. Сейчас я уже команду даже набираю по-другому. Ну, то есть, я прям набираю ребят, я их выбираю очень тщательно. Я там могу отсмотреть, ну, типа, из 50 людей выбрать одного. Он может быть не суперклассный чувак по скиллам, и он подтянется по скиллам, но он очень хорошо войдет в команду, он со всеми не поссорится. У него будет один корпоративный дух, он что-то привнесет в свои какие-то навыки и так далее. И я заставляю своих ребят, чтобы они вот выходили из своей ракушки, чтобы они там какие-нибудь лекции проводили, митапы делали, мастер-классы организовали. Да даже для самих себя, если там страшно, на публику рассказывать, даже для самих себя что-нибудь рассказать. Ну, это типа им помогает, я не знаю, как это работает, но это помогает им немножко раскрепоститься и более уверенным быть в своих. Привет. Привет. Мне, спасибо за доклад, мне понравилась очень мысль, что не нужно собирать отчеты, команда должна приходить сама с результатами. Но как в таком случае контролировать сроки по проекту? Да легко. Дату ставишь, говоришь, пацаны, или девушки, вот к этой дате мы должны что-то сделать. И я же говорю, я к этому всему пришел, потому что я такую команду себе набрал специально. Ребят, которые, ну вот, чтобы вы понимали, меня утром пихают, типа, Кость, давай делать стендап. Не я их пихаю, говорю, пацаны, девушки, давайте на стендап. Нет. Вот. И я просто очень сильно погрузился во всю вот эту историю с менеджментом людей, почитал про то, как вот, я реально не помню, как называется, у меня проблемы с названиями, есть такая диаграмма, которая показывает, вот в каждом коллективе есть четыре типа людей. Первый тип, это люди, которые не хотят ничего делать, не брать ответственность, это идеальные исполнители для каких-то базовых задач. Вот. И там еще есть некие такие градации рядышком. Ну и последние, которые ты делаешь задачу, они делают, приходят с результатом. Вот я стараюсь брать ребят, у которых есть потенциал попасть вот в эту группу. То есть я выбираю ребят, которые помимо своей основной работы делают еще какие-то сайт-проекты. Ну, потому что это, типа, прикольно, когда человек интересуется еще чем-то, кроме тем, чем он деньги зарабатывает. Вот. Я стараюсь набирать ребят, у которых еще не погасли глаза или погасли глаза достаточно, но им нужны деньги на работу. Вот. Такие тоже делают самостоятельно, они там все пихают и делают. И, ну, мы в сроки попадаем, просто потому, что я, честно скажу, я каждое утро прихожу и говорю, так, ну что, все опять, типа, потеряно, да, ничего не успеваем, что мне, говорю, начальству говорить. Все-таки, не-не-не, мы все делаем, все нормально, вот смотри, мы сделали это, 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 сами отчитываются, просто атмосфера такая в команде создается, когда ребят начинают доверять. Ну, то есть вот я очень вижу, много у нас ребят есть тоже, типа, продуктов, которые там в ежовых рукавицах держат команду. Зачем? Вы, блин, такой же участник команды, как и они, ну, только они вот умеют код писать и в продукте разбираться, а ты как менеджер не можешь код писать. Тебя сейчас вот так, пам, и ты не нужен уже никому. Вот, и вот этот вот тот самый момент, когда ты сам своим примером вдохновляешь ребят, они смотрят на тебя, вдохновляются в ответ, и вы все вместе вдохновляетесь дружно таки. Вот, да. У меня вопрос. Давай. Спасибо большое за доклад. Я работала в финтехе, я подтверждаю, что пользователям интернет-банков очень важны эмоции, ну, то есть, когда он приходит за какой-то утилитарной функцией, и, а ему там что-то классное показывают, милое, просто ми-ми-ми, вау, и, ну, липкость повышается в том числе. А знаешь, спросить хотела вот про что ты говоришь, про, говорил про, про то, что каждый сотрудник каждый день тратит час на обучение. Расскажи про это, пожалуйста, как вы карту подбираете развитие вместе, вместе, или он сам что хочет? Давай, расскажу. У нас, короче, есть обучение внутри компании, ну, типа, которое ты по своей, скажем так, профессиональной роли хотелось бы, чтобы ты проходил, ну, какие-то базовые. Оно есть не для всех ролей, но для многих существует. Ты это проходишь, там интересные достаточно курсы, но они больше все-таки обзорные, они дипдайва не дают. Вот. Я, короче говоря, своих просто заставляю, и сам так делаю. Говорю, вот, один час, вот у вас есть что-то, что вам нравится, и это не важно. Программирование, дизайн, блин, это может быть вязание крючком, вот, все равно. Тратьте на свой вот этот вот навык. Есть такая книжка, называется «Магия утра». Вот там эта мысль по-другому рассказывается. Там говорят, типа, вот утро ты начинаешь для себя, а потом для всех остальных. Вот я такую же немножко переделал эту парадигму, говорю, ребят, вы себя прокачиваете в рамках нашей команды. Я хочу, чтобы когда вы увольнялись от меня, вы говорили, Костя, я ухожу в Амазон, а не в очередную российскую компанию, извините, ну, в смысле, вы все классные. Вот. Потому что у меня такие кейсы были. Вот сейчас один товарищ, мои команды сначала его реально позвали в Амазон, а сейчас он в этом самом, господи, в канадском стартапе имеет долю и фигачит, они там что-то делают, какой-то аналог букинга. Вот. И он мне пишет до сих пор, а он начинал как просто разработчик SharpNet. Со мной вместе он прошел школу Java разработки для андроида, потом подается, потому что он не хотел это делать, я ему говорю, давай делай, сейчас, короче, прокачаешься, классно будет. А теперь он мне пишет и говорит, Костец, спасибо, что ты меня вообще заставил в свое время, я теперь типа вот так чувствую. И я очень кайфую от того, что ребята как бы растут и уходят. Это как, ну, я не знаю, это странное чувство, я просто еще, ну, там периодически всякие лекции читаю, там, студентам. Это очень классное чувство, когда люди как бы следуя твоим советам, превозмогают и что-то достигают то, к чему они, у них времени не хватает. А здесь я их специально приземляю, потому что человек, когда он смог, блин, час времени на работе, официально, легально, задаться своим любимым делом, да он тебе по огромной жизни благодарен будет. Потому что он домой придет, у него там семья, заботы, вся фигня, у него нет времени сесть и, блин, не знаю, посмотреть, как правильно вышивать крючком. Вот, это важно. Вдохновляйте своих ребят. Да, да, да. Константин, у меня такой вопрос. А как ты сам себя вдохновляешь? И есть ли у тебя проблема рутины, как ты с ней борешься? Да, конечно, у меня есть проблема рутины, как и у всех. Я скажу так. Я, короче, полгода назад решил, что я буду каждый день, ну, типа, для себя, вот, отжиматься на, каждую неделю увеличивать количество отжиманий на один раз. Я начал с 10 раз, сейчас я уже свободно с ракет отжимаюсь. Ну, типа, и вот этот вот такой, и как каждую неделю увеличиваю, я каждый день реально отжимаюсь, там, я не делаю больше или меньше, вот это вот одно. И после этого я сразу встаю такой, так, ладно, это сделал, так, что бы еще за полчаса сделать? Вот, пошел там, где-то код пописал, еще что-то. То есть я себя постоянно пихаю и говорю, что, типа, Кость, вот, ну, просто, скажем так, я сейчас нахожусь в том состоянии, когда я вижу, как ребята в 40, в 50 лет, скажем так, уходят с работы, потому что начальник сказал, что они не нужны. Вот я сам не хочу, чтобы меня вот так вот какой-то начальник, короче, выгнал за то, что я там, ну, квалификация моя низкая. И я себя пихаю, то есть, именно развиваться, постоянно делать что-то. Вот я таким образом, до тех пор, пока я не начал во все это вникать и изучать, я ничего не знал. Сейчас я свободно пишу на двух языках для фронт-энда, для бэк-энда. Сейчас я еще свифт осваиваю параллельно, чтобы помогать своим ребятам писать, ну, код именно в релизы. Я не пошел в дизайн, потому что я не дизайнер, я думаю, по презентации видно. Но, тем не менее, как бы я хочу быть тоже полезен ребятам, чтобы они в том числе со мной советовались по профессиональным вопросам, консультировались. И вот такая штука меня заставляет что-то делать. Я лично на своем опыте рекомендую, вот сервис есть такой Udemy, там типа по онлайн-образованию. Вот для меня очень прям полезно, если кто-то знает английский язык, очень рекомендую. Это чисто мой опыт, это не реклама. Спасибо большое.